номер 530 события дня 1 коринфянам 614 бог воскресил господа воскресит и нас силою своею это за 25 мая семнадцатого года какие были события события были разные большие и малые считаем хорошим событием то что вчера все-таки нас пропустили в больницу где избили избитый священник лежит его перевели из реанимации в палату отец дионисий и при нем оказалась женщина как я понял жена вроде бы поговорили но у него все заплывшие даже в глаза ему смотрю не понимая глаз его видит или нет все в крови и руки черные это били битами их вот когда поехали сергей меня спрашивает по камеру то взяли записать игру нет но не даст нет надо он завернул обратно машину приехали я взял я говорю нет он не даст записать так и получилось а спросил он не разрешил так он видел не захотел представлять что ли тем более он к нам хорошо относится хорошее отношение приезжал с архиереем служить потеряем молодой и кажется он чуть ли не председатель миссионерского отдела но я не садился стоял а он сидел еще сказать то сейчас я немножко вернусь она назад покажу дионисий вот фотографии здесь будут у меня видно я показываю сейчас 4 фотографии фотоаппарат был не против вот он стоит заклеенный здесь видно руки черные переломаны видимо оборонялся пальцы там я еще не слышал сергею говорил давай мне когда было приедем сейчас мы восстановим этот разговор то это это мы же не зря ездили то я ему сказал очень много молод вот видите какой стоит он тут койка такая тут жена была рядом она фотографировала я понял как что жена и это вот сейчас все четыре покажу я на сергея то поставил вплотную нас это сары как сам стоял рука видимо пальцы то может поврежденные были заклеены вот внимательно смотрите и дальше третье может быть они мало чем отличаются но это разная фотография разные четыре было я еще одну просил делать но то ли не сделали только всего 4 получилось и хорошо видать я опасался что плохо будет видно нормально и тени на лице нету вот это вчера событие которое было ну а потом мне надо было купить капканы такие что можно было в барсука там лесу поймать и далеко-далеко гоголя 144 созвонился и пешком туда пошел шел-шел кое-как дошел ноги повыворачивал тортуаров нету и идешь там по камням ну вот купил теперь у меня есть капканы можем попытаться отогнать бобров созвонился с охот союзом чтоб прислали туда ангрида это по районному надо ну по районному вы сообщите дал свои данные то есть мы еще тайна не делаем это все открыто вот какие события говорю то что конкретно за вчерашний день было но тут кто приезжал свои тут у нас надя муха приехала с этим за с тем она была вот сады тут посади сады а цветы растут и у меня еще неприятный случай такой у меня кто-то скидывает мне деньги все время прибавляются вот начинается до 200 рублей у меня телефон я могу показать даже видно нет его будет вот телефон вот такой телефончик у меня есть и на нем накапливается деньги пройдет там полгода сколько всего у меня было 300 рублей я не звоню никогда дам сигнал кому надо позвонит мне звонят вижу уже 8000 8000 это их потерять нет я кому-то их отдаю я говорю вы снимите с меня я ни одной копейки с телефона себе не взял просто чтобы понятно было только сняли полгода прошло опять 8000 набралось и вот кто брал никак не могут снять деньги раньше снимали сейчас никак и давай спрашивать у меня разрешение чтобы симку там называет вытащите в другой телефон вставить и там что-то благословите я говорю ну не хочу до того я боюсь когда внутрь залазит а я не слышу то ли ездил еще ухо заложил я говорю все слова сейчас мне правое ухо вообще не слышит у меня там повреждена механическая а левая сейчас замкнула даже по телефону не слышу и говорю слова не бу 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 в левом ухе даже прибор вставляю этот слуховой аппарат он еще уже не дает и теперь телефон вот этот у него как сигнал там вибратор стоит колышется я только через это узнаю а сейчас он перестал работать кто знает мне позвоните каким образом вернуть вибратор без вибратора я только открываю смотрю ага тот-то тот-то звонил сейчас гляжу кто-то опять звонил все я не слышу телефон стал мертвый если кто-то рядом все время говорят потеряевку ездили там людмила сидела впереди ящук петерима готова телефон звонит так аж я не слышу его если я работаю наклонившись вперед телефон отклонился я его не слышал и тогда но если я стою прямо он к телу я сразу слышу дрожание разговариваем даже нужды нет что я не слышу нормально а это нет и и так и не могли сделать он у меня как бы телефон есть и в то же время его нету я к обращаюсь ко всем никто не мог вернуть это вибрацию как это сделать кто знает прикиньте мне данные но не могли все делали и кто это снимал тот приехал то есть не со зла это сделано но когда хотели вот разрешите переставить но разрешите понимаете дальше я не разрешаю а как-то снять деньги тогда не снять я махнул рукой отвернулся делайте как хотите но я знаю это нехорошо у меня один тут хороший программист когда библия была мной насчитана надо было разбить его по главу я насчитывал сколько духу хватало и потом новый ролик и он давай отключить туда в процессор лезть я говорю я так боюсь этого да ничего нету сейчас работает нормально тут он полез туда отверткой шик и все сгорело сгорело я сидел без это без прибора как мне тяжело было люди приходят не ответить но я же говорил мама не от этого как не от этого мы купили новую газель ее там кое-что надо было посмотреть бесплатный ремонт ну сервис я говорю не хочу сервис свои то шофера есть пусть посмотрим нет сервис глушков я даю начата вмятина какая отдали они начали с нас деньги драть а мы на еще не ездили новая завода нижний новгород но они разозлились мужики пьяные все сделали еще не умеют делать но они знают как печник если не уложим у плохо рассчитались он может сделать печки будет дымите гудеть будет там вякать пякать там это тоже только поехали лужи течет масло пришлось возвращаться опять туда добиться до начальника говорил вот я когда говорю и меня подталкивают а я отступаю ну вижу так не потому что меня там жестокосердным назовут я уж на это не смотрю это и дело но внутреннее чувство вас какое доказательство нет у меня доказательств я просто боюсь я не специалист и боюсь что испортят испортили машину и мы с ней сколько бились и в дороге и везде и там бумагу под нее наложим чтобы видеть еще течет они умели сделать волшебники в белых халатах но я на них приструнил как бы так они дорогой звонили как вы обслуга недовольны чем а ну-ка выскажите по телефону все видимо им это неприятно марку терять и здесь телефон я не хотел сделали сломался довольно от этого ну как до этого машина шла а теперь не идет компьютер работал не работает именно в этот момент вот я дал телефон и с этого момента перестал работать чё крутить то тут тут уж а сколько он вас работал но работал ли 5-6 и перебоя не было главном трясет я могу выслушивать а звонить это я один раз в год я позвоню для машина застряла вот такое дело я рассказываю как есть вот ну и теперь события дня здравствуйте уважаемый гнатий тихонович не нашла у вас информацию о душевно больных людях у моей сестры есть 44 года шизофрения лечиться не хочет была у врача сегодня она сказала что в любом случае придется применять насилие для госпитализации и предупредила что условия содержания в наших больницах ужасное для таких категорий больных для такой конечно я молюсь об исцелении елены если на то будет воля божья сердце разрывается боюсь чтобы ее никто не обидел на улице чтобы она чего худого не сделала все что можно было она выбросила из окна квартиры включая свои картины самоучка писала маслом очень красивые когда начиналась его болезнь она попросила отвезти ее в церковь мы попали на соборование в монастыре она сказала тогда что священники слабые священники слабые первый раз пришла и узнала что слабые понимаете как и через время заявила что не христианка больше а еще через какое-то время вынесла с квартиры все книги библию литературу всякую статуэтки телевизор радио буду очень признательна если ответите мне как мне разрешить эту ситуацию дадите ответ с уважением татьяна я отвечаю это не лещится людьми а только христом богом истинным матфея 1721 сей же рот изгоняется только молитвой постом только вы слышите только то есть другого лекарства нету и нет иного средства и не будет а вот берут наберу то могут надавать уколом ну не будет буйный там обессиленный там это все может быть вот что-то компьютер выключился чего ради он выключился тоже непонятно вот сейчас только говорю об этом и компьютер просто вырубился полностью погас ничего нету вот как это понимать я не хочу даже убирать пока пока буду говорить вот она можно ли как-то на вот был василий новиков то другое то я видел как он изгоняет и как изгоняет этих людей я после не вижу изгоняет он или глубже загоняет иногда позевает рот крестит и не поймешь то ли обороняется то ли себе демона закрещивать чтобы не вылез оттуда на что делать пост и молитва еще раз говорю поститься и молиться и исцелиться а вот это не знаю первом томе творение святого яна златоуста описывается о стаири его друг заболел беснованием и златоус рядом зато он составил молитвы на крещение на изгнание демонов и как к монахам на вершины гор возили это этого стаири княжеский сын уверовал и тут стал бесноваться и что и еще не помогло вот златоус объясняет что это промысл божий и он получит великую награду если добровольно будет все это претерпевать вот так так что тут тут уж ничего нельзя сделать мы просто должны согласиться и конечно не дай бог вот она решилась священники слабые откуда бы и знать то не она знает демон знает у наших там рассказывает была такая у нее как начнет он кричать а у него как кулак под кожей начинает ходить по животу в разное они говорят этот старик то опять сюда идет но а кулька держись нам опять попадет какой-то бой дедушка приходил но это было поселок карповки конзавод конный завод номер 140 тюменцевского района алтайского края бесноватая была я разговаривал с бесноватыми вот так и не было мне не встречались люди которые забесновались беспричинно один стоит все время крестит ухо ухо крестит крестит я его когда вышли на улицу остановил анатолий звать пригласил себе стали беседовать у меня не было микрофона там это потихона еще записать не мог его у меня не на что было но он сказал тогда во время блуда я вдруг вздрогнул как кто-то меня изнутри рванула говорит из тех пор я вот такой во время блуда я печки делал и встречался с бабушкой не с ней встречался с племянниками а я горяч кому как по это принадлежал дом до бабушки это не бабки она с ума сошла в дом дурдоме сейчас сидит она залезла под пол зачем-то денег туда что-то подметать там под поле и вон там ее застиг и она трое суток не могла вылезти или сколько пока не пришли родственники а другая бабка любила переодеваться орет храме стоит во фрунзе маленькая такая я с ней побеседовал она говорит я учительница была любила переодеваться часто ну и вот такое любил это любила на чем это закончилось тем что он вошел в нее когда на шкаф залезла в шкафу платья веселья и она он ее там захватил и все и она никак не может избавиться говорить о том что каким-то путем избавиться другое то надо обман само по себе это не проходит никак поэтому надо просто быть внимательным я убежу на свою ресурс и показываю мой мир мой мир тут у меня друзей 4459 18758 фотографий то есть я люблю эту систему очень хорошая очень легко находить тут все и тут ленточный вариант форума нашего 1600 тем вот он как выглядит православный форум но и православный видеоканал открытым локом у нас посещение просмотра просмотров 6 миллионов 398 тысяч 7022 подписчика то есть у нас очень большие довольно средства массовой информации отнесенные вот это теперь я возвращаюсь раз тут все это вышло так события дня которые мы начали смотреть а сейчас правда продолжу какие тут события вот теперь дальше пишу все это то выкинула что сегодня оставил система сгорела но я восстановлю объяснение даю володя вчера написал письмо вы с никитой сходите утром сегодня же выйдите пораньше к тому дуплу где сова сидела где шерш не были и снимите подробно про совета один путь снимает и наблюдает за собой она бьет сильно а другой подтянется никита выше ростом пусть это он делает а ты снимай и возьмет в руки хотя бы двух птенцов а потом обратно их посадите и как реагирует их сова мать покажите можно и всех четырех взять но тогда нужно взять собой корзину какую-то у кого-либо спросите заранее посадите совет в нее сфотографируйте на видео снимите если позже то еще рано вылетает не умею еще летать выкарабкивается и сидят где-то орут и она их кормит по голосу находит они пи пи всю ночь кричат их четыре это редко обычно 2 и не выкормить четырех она как бы что-то то мышей ловит сделайте эту запись сегодня же потом будет поздно утром пораньше выйдите из дому потом уже и в храм тут мне сбросили интересно голуби джуманжи называется животное в мегаполисе специально виктор мне сбросил я тут показываю где хороший ролик про голубей юрий соболев пишет с праздником вознесения господня игнатий тихонович храни вас христос я отвечаю взаимно и от нас поздравления и далее поясняю любой праздник господни небогородичный как-то касается живущих на земле и конкретно меня а когда спросишь что дало празднование вознесения господня когда столько храмов в честь этого события то молчок этот антракт молчания затянулся почти на две тысячи лет почему может быть мне не попадались труды маститых учителей на эту тему тогда пусть знающие укажут и подскажут но почему-то полагаю что мало кто задумывался над этим событием его значимостью для всех живущих и отживших конечно это не рождество спасителя не пасха господня но все же и однако фамилий вознесенских немало районы вознесенские города вознесенские села взявшие корень из его события звучание слова вывожу на свет более яркий один только сей стих и она 16 7 но я истину говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если я не пойду учешитель не приедет к вам а если пойду то пошлю его к вам 8 стих и он придя блещит мир о грехе и о правде и о суде что не верует в меня то есть вот один только смертный грех а все остальные из него а правде что я иду к отцу моему и уже не увидите меня вот в чем вознесение состоит а правде а суде же что князь мира сего осужден осужден еще много имею сказать вам но вы теперь не можете вместить и поясняю я на 16 7 если я не пойду то есть не вознесусь утешитель не приедет к вам а если пойду то есть вознесусь то пошлю его к вам христос вознес наш начаток тело пронзенное первичное тело начаток из праха земного а вторичная душа евреям 10 5 посему христос входя в мир рождество его говорит жертву приношения ты не восхотел но тело готовило мне в скобках от девы мария и духа святого всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе то есть тельцы и овну тогда я сказал вот иду как в начале книги написано мне исполнить волю твою божию сказав прежде что не жертва не приношение не всесожжение не жертву за грех которые приносятся по закону ты не восхотел и не благовоизволил потом прибавил вот иду исполнить волю твою божию отменяет первое чтобы постановить второе и когда воскрес по божию изволению поясняю в том же теле не в другом то есть в нашем начальном состоянии при сотворении из праха лука 24 39 посмотрите на руки мои на ноги мои это я сам осижите меня и рассмотрите ибо двух плоти и костей не имеет как видите у меня иоанн 20 27 потом говорит фоме подай перст твой сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будет не верующим но верующим иоанн 14 12 истинно истинно говорю вам верующий в меня дела которые творю я и он сотворит и больше сих сотворит потому что я к отцу моему иду вот что вознесение я к отцу моему иду потому что он идет к отцу с нашим начатком то есть телом из праха вот это потому потому и есть сердцевина события празднования сего вознесения и отец небесный видя раны его дает нам веру и это чудо 1 петра 224 он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились почему-то на меня вы него никто-то не вышел я на 16 7 ибо если я не пойду утешитель не приедет к вам а даль уже пятидесятница труд духа святого ибо если я не пойду утешитель не приедет к вам вот в этом смысл празднование события сказать этого а так то но как будто еще не касается ног всеохватно это господь отец как образно для нас видит что он умер за наши грехи он приносит искупительную жертву и тогда бог открывает дары для нас дары потому что жертву принесена за наш грех наталья чернова пишет почему они не заходят ко мне и понятно и кого нету как же так то это я говорю о ну сергей астах вообще тут все он пишет звуковые настройки выбрать вибрацию алекс какой-то вот мы то делали они взяли они делали сергей это все делали звуковые настройки выбрать вибрацию и ничего не получается нету вибрации все так что то еще тут такое есть а как их этих вызвать то людей я даже не знаю все тут нужно нету наверно никого все разошлись нету ну все сделаешь нету нету и вот наталья это пишет чернова мир вам агнатий тихонович в лагерь к вам не приедем никак не хочет наш парень ехать то есть сын у нее да и с нашим заболеванием ну рез не сильно удобно будет вас все снять стирая почти ежедневно просто не для пододеяльники пододеяльники простите ролики ваши и книги с удовольствием смотрю и считай низкий вам поклон слава иисусу христу нашла как закачать одним файлом все насчитанные вами тома и для интереса включили прослушивание про масонство какие редкие у вас там материалы слов нет то есть это на нашем сайте и газетная и аудио даже голос ленина есть о чем там говорится голос жукова там заключение войны все там есть это я составлял это оценено было то что сделано в 11 миллиардов рублей это труд вообще не и выскажешь сколько во сколько сожгли это малая часть осталась только московское кгб зарядку дали думали что здесь работает несколько отделов оказалось вот такое на меня на одного и наткнулись слов нет и газетный аудио даже голос ленина есть как все интересно вы сделали кажется невозможно это все и прослушать как много всего а вы это все делали работали так мало того я писал режиссуру как это будет как я эти доставал с каким трудом вот это панатеку ходил знакомства в архивы они не дают я им что-то дарил там книги и деньги что-то там библии доставал и меня допускали там граммов пластинки граммофона и я с них списывал себе на магнитофон скачал а то вдруг кто захочет убрать тут у нас на день интернет на день отключали а в компьютере есть ваше аудио это просто прелесть слово прелесть говорят она и употребляется в положительном смысле ну может быть и не употребляется а вот в житии святого филарета употребляется именно слово прелесть положительном смысле то есть прекрасно еще раз спасибо за все спаси христос вот это такое у нас сегодня получилось показать свои ресурсы можно даже так вот первых что у нас есть мой мир вот она как в шапке я тут можно писать тут все данные второе это ленточный православный форум вот он как православный форум Игнатия Лапкина во свете библии зарядите найдете 1600 тем и вот это 7200 наших видеороликов православный видеоканал открытым оком во свете библии ну и во свете библии вот тут она говорит что есть звук и видео я нажимаю и сразу идет вот тут и библия златоус и гениченко все 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 если здесь слайд-шоу наша фильма нас которые сняты но и на этом все отхожу